Добрый день! И сегодня я хочу показать, как делать пуговку быстро, просто и, главное, симметрично и качественно. Первое, что нам нужно для создания пуговки, если она у нас круглая, это инструмент Ellipse. Соответственно, встаем на центр и начинаем растягивать. Как видите, круг получается неравномерный. Чтобы он у нас получился кругом, нажимаем Shift и нажимаем Alt, тогда он у нас идет от центра, от того места, откуда мы начали. Вот у меня получился круг. Соответственно, он у меня с белой заливкой. Теперь я хочу сделать ободок. И для того, чтобы это сделать просто, выбираю инструмент Масштаб, делаю по нему двойной клик. И мой ободочек будет, ну, давайте скажем, 85%. Смотрю просмотр. Видите, вот он насколько уменьшается. Да, меня все устраивает. И говорю копировать. Вот у меня получился ободок. То есть я взяла свой существующий круг, уменьшила и скопировала. Теперь мне нужны дырочки. Дырочки это тоже кружочки. Можно нарисовать их заново. Скажем вот сюда. Рисую Shift, чтобы был круг. Распределяем вторую дырочку. Здесь мы смещаем Shift и нажимаем кнопочку Alt. Выбираем две дырочки. Shift и кнопочку Alt. Вот у нас с вами получились дырочки на пугольце. Немножко они получились не симметричные, не по центру. Мы сейчас это исправим и поправим. Мы их подвинуем. Соответственно, это такой базовый стандартный дизайн пуговиц. Можно это все вместе выбрать. Правой кнопочкой мыши сгруппировать. И уже на любые эскизы это применять. Что можно сделать еще? Мы можем взять с вами еще раз скопировать вот этот вот круг. Скопировать. Видите, у меня еще одна добавилась. И выбрать инструмент. Текст по контуру. Теперь мы щелкаем на него. И, как правило, на пуговицах пишется логотип. Давайте мы напишем тогда мой логотип. Fashion Vector Design. Можно написать все, что угодно. И разным шрифтом. Fashion Vector Design. Я пишу катлоком. Обычно я пишу шрифтом Impact. Писать можно, опять же, любым. Написали. Можно выбрать, какой у нас будет размер ничь написания. Что-то как-то оно себе похабное ведет. Сейчас мы вернем назад. А вот. Какой тут размер? А, это и обводку регулирует. Не размер шрифта обводку. Соответственно, смотрите. Да, я могу отрегулировать. Также я могу выбрать этот объект. И с ним поработать. Например, сделать его чуть-чуть поменьше. То есть, просто выбираю этот объект. А когда я этот объект выбираю черной стрелочкой. То есть, кружок, на котором нарисовано это все. У меня появляется вот такая вот, видите, полосочка. И при помощи нее я могу перемещать это внутрь круга. На внешнюю сторону. И крутить туда-сюда. Соответственно, я выбираю тут. Тот вариант, который мне больше подходит. Чуть-чуть я хочу вот так поправить. Если у меня вдруг что-то не получается, я просто скидываю и возвращаю обратно. Ничего страшного в этом нет. Можно вот так еще крутануть. И, соответственно, сейчас я скопирую этот объект. Ctrl-C, Ctrl-F. Он у меня встал поверх. Вспоминайте момент, как мы это проходили. И вот так вот его сюда скопирую. То есть, будет с двух сторон. А теперь по поводу того, как работать, например, с тем же градиентом. Выбираем объект. Выбираем ему цвет. Вот он, градиент. Притом здесь градиент мы можем делать как радиальный, так и линейный. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Выбираем внутренний. Тоже может быть таким образом. Либо он может быть, соответственно, линейным. Свет вы тоже подбираете от ваших нужд. То есть, вот этот момент, он всегда идет от ваших нужд. И в том задании, которое давала я и рассказывала, я просила сделать так, чтобы шрифт был градиентом. Здесь есть такая одна особенность. Шрифт нельзя сделать градиентом. Но, если мы его возьмем в шрифт и преобразуем его в кривые, то у меня получится, что теперь это не шрифт, а векторный объект. И к этому векторному объекту я могу уже применить градиент. Таким образом, у меня получается пункт. Количество вот этих колец, то, как вы будете заливать, уже очень сильно зависит от вас, от ваших настроек. Это вот такой основной параметр, как вы это можете сделать. Соответственно, и здесь вы можете, например, не через белый, а через серый его сделать. Это уже очень-очень индивидуально, в зависимости от ваших пожеланий, как вы хотите это расположить. Таким образом, у вас получается пуговка, которой вы можете в дальнейшем с ней работать. Вот почему я показываю именно с логотипом. Ну, логотип это такая вот вещь, которая часто на пуговицах используется. Также можно выбирать любые пуги. Их можно, соответственно, увеличивать количество. Можно уменьшать. Все зависит строго от вас. Вот таким образом. Могу его вообще там, например, черно прокрасить. Будет другое впечатление. Вам нужно просто собрать и сделать то восприятие, которое требуется на данный момент. Пуговицы рисуются достаточно просто. Потом можно это все вот так вот спортировать и уже применять на ваше изделие. Так как вам это понадобится. Такое логотип создания пуговки. Продолжение следует...